Здравствуйте! Мы продолжаем изучать историю Древней Греции. Как вы помните, в двух больших греко-персидских войнах Персидской империи не удалось покорить Грецию. А вот тому государству, о котором пойдет речь сегодня, удалось. Речь пойдет о Македонии. Сегодня это небольшое государство севернее Греции. Македония сама долгое время находилась в зависимости от персов, но после освобождения совершила резкий рывок вперед и сумела к середине IV века до н.э. стать самым сильным государством на Балканском полуострове. Это был настоящий звездный час Македонии в мировой истории. Человеком, который сделал Македонию лидером на Балканском полуострове и в Эгейском регионе, был царь Филипп II Македонский. А вот человеком, который превратил Македонию в мировую империю, был его сын Александр. Все мы прекрасно знаем Александра, но мало кто помнит Филиппа, хотя именно благодаря нему Македония стала могущественным государством. Что нужно для ведения успешной войны? Деньги, деньги и еще раз деньги. Так на этот вопрос французского короля Ледовика XII отвечал один из его маршалов. Филиппу Македонскому приписывают высказывания о том, что нет такой высокой крепостной стены, которую не смог бы преодолеть ослик, груженный золотом. Готовясь к крупным завоеваниям, Филипп Македонский провел финансовую реформу, которая сделала возможной перестройку армии. Он захватил месторождение железа, золота и серебра во Фракии, что позволило наладить чеканку золотых монет очень высокой пробы. Это была первая золотая монета на Балканах. Она стала основным средством обмена в Эгейском регионе и всем при Черноморье. Ну а также Филипп распорядился, чтобы Македонский флот морским разбоем добывал деньги для пополнения казны. Вторым важнейшим преобразованием Филиппа Македонского была военная реформа, которую он провел на свои деньги и по греческому образцу. Ну, во-первых, он заменил наемничество в македонской армии на набор самих македонских граждан в войско. Во-вторых, он создал новую македонскую фалангу, которая была значительно больше греческой и не потерпела ни одного поражения до начала II века до н.э. В-третьих, он повысил роль конницы в армии, которая располагалась на флангах македонской фаланги. Причем на одном из флангов всегда конницей командовал его сын Александр. В-четвертых, Филипп снабдил армию техническими приспособлениями, которые позволяли осаждать крепостные стены. Это катапульты, тараны, специальные осадные башни. Ну, а также Филипп Македонский ввел систему постоянного обучения и тренировок армии. В результате македонская армия стала одной из лучших армий на Балканском полуострове и в мире, а македонское государство перешло к более активной внешней политике. Первой целью стало подчинение Греции. Филипп Македонский быстро подчинил себе часть Северной Греции. Его армия стояла вблизи самих Афин, что делало опасность очевидной. В Афинах возникло две позиции в отношении к Филиппу Македонскому. Первую точку зрения представлял знаменитый греческий оратор Димас Фен. Он был известен силой воли и упорством в преодолении трудностей с дикцией. Например, для того, чтобы научиться лучше выговаривать разные звуки и буквы, он читал стихи, положив в рот камешки и морские ракушки. Для того, чтобы контролировать тембр голоса, он читал стихи на берегу моря. А однажды, для того, чтобы у него не было соблазна выйти на улицу, когда нужно было долго готовиться перед написанием очередной речи, он облил себе половину головы. Димас Фен призывал к борьбе против Филиппа Македонского в своих речах, которые прозвали Филиппиками. Он заявлял, что Филипп это варвар, враг афинской демократии и свободы, что подчиняться господину это удел рабов и что нужно все деньги Афин пустить на усиление мощи армии и флота для борьбы с Филиппом. Другую точку зрения представляли знаменитые греческие ораторы Иссократ и Исхин. О речах Иссократа ходили легенды, например, говорили, что свою речь Ареопагика, которая представляет 40 страниц современного текста, он писал столько же, сколько Александр Македонский завоевывал восток. 10 лет. Иссократ призывал греков к сотрудничеству с Филиппом Македонским по двум причинам. Во-первых, он полагал, что объединить разрозненную на отдельные полюсы Греция может только внешняя сила. И Филипп как раз подходил на эту роль. А во-вторых, он полагал, что под властью Филиппа греческие полюсы могли бы объявить войну давнему врагу Персии. С двумя целями. Во-первых, отомстить Персам за развязывание греко-персидских войн. А во-вторых, как полагал и Сократ, греки постоянно воюют между собой, потому что в Греции бедность, а рядом есть богатая Персия. Поэтому нужно перенести войну из Греции в Персию, а богатство из Персии в Грецию. В этом споре победил Демосфен. И Афины создали союз против Филиппа Македонского. Этот союз дважды разгромил Филиппа, но в решающем сражении у города Херонея Филипп Македонский вместе со своим сыном, 16-летним Александром, одержал уверенную победу. Он устроил пиршество прямо на поле битвы среди неубранных тел. Греция была подчинена Македонии, но Филипп не стал разрушать города и казнить людей. Он хотел использовать греческий ресурс для новой войны, для войны с Персией. В 337 году до нашей эры Филипп Македонский провел общегреческий конгресс в городе Каринф, на котором создал Эллинский союз для объявления войны Персии. У этой войны было несколько целей. Во-первых, завоевать новые земли, что решило бы земельную проблему в Греции, захватить новые богатства, ну и присоединить новый рынок сбыта для греческих товаров. Филипп напомнил, что 150 лет назад персы во главе с царем Ксерксом захватили и сожгли Афинский Акрополь, надругавшись над греческими святынями. Объявление войны Персии было воспринято греками настоящим восторгом. Однако возглавил поход уже не Филипп Македонский. Дело в том, что в 336 году до нашей эры он был убит в театре на свадьбе своей дочери. Беда заключается в том, что убийца тут же был схвачен и казнен, поэтому мы точно не знаем, кто был заказчиком этого громкого убийства. Существует несколько основных версий. Ну, первая версия заключается в том, что убийцу наняла жена Филиппа Македонского, которую звали Олимпиады. Дело в том, что в последние годы Филипп собирался уйти от нее к молодой красавице Клеопатре, только это не та Клеопатра, которая связана с Цезарем. Официальная версия заключается в том, что убийцу подослали сами персы. Дело в том, что Персия в это время переживала упадок и не вынесла бы войны с мощной Македонией. Еще одна версия заключается в том, что убийцу подослала Македонская знать, которую прижал Филипп Македонский во время своих завоеваний и реформ. Наконец, самая интересная версия заключается в том, что заказчиком мог быть сын Александр Македонский. Дело в том, что он понимал, что только персидский поход может принести ему настоящую всемирную славу. И поэтому сам решил возглавить этот поход. Считается, что Александр Македонский родился 21 июля 356 года до нашей эры. То есть в тот самый день, когда был сожжен храм Артемида в городе Эфесе, одной из семи чудес света. Человек, который сжег этот храм, был предан забвению. Кстати сказать, а вы помните его имя? Но мы вернемся к Александру. Сначала это событие сожжения храма было воспринято как предвестник будущих бед, но потом, когда Александр достиг великой славы, появилось новое объяснение. Якобы в этот день богиня Артемида была настолько занята, помогая Александру появиться на свет, что не смогла уберечь собственный храм. Согласно легендам, Александр с детства проявлял удивительные качества. Например, он смог усмирить дикого коня Буцефала, которого не мог усмирить никто из свиты Филиппа Македонского. С этого времени Буцефал стал любимым конем Александра. Александр получил блестящее образование, его учителем был знаменитый древнегреческий философ Аристотель. Однажды Александр встретился с другим легендарным греческим философом, Диогеном, который, согласно легендам, жил в бочке, но на самом деле, видимо, в пифосе. «Проси у меня чего хочешь», — сказал ему Александр, на что Диоген ответил, «Уйди, ты закрываешь мне солнце». Любимым произведением Александра была Илиада Гомера. Он возил с собой свиток в шкатулке с кинжалом, и каждый день перечитывал этот свиток, и, как говорят современники, рыдал, потому что завидовал славе Ахилла, ведь он, Александр, такой славы еще не приобрел. Именно за нею он и отправился в свой великий поход на восток. Ну, вообще-то, глядя на карту, замысел кажется достаточно дерзким. Посмотрите, вот она Македония, а вот она Великая Персидская держава. Поэтому изначально целью Александра было захватить только западное побережье Малой Азии, ну и в лучшем случае дойти до реки Галис. В 334 году до н.э. Александр с 40-тысячным войнами перешел пролив между Балканами и Малой Азией и завоевал весь полуостров Малая Азия. В течение двух лет он также покорил Сирию, Финикию, Палестину и Египет. Египтяне встретили его как освободителя от власти перцев, и египетские жрецы провозгласили его сыном бога Омона, то есть живым богом. Быстрые успехи ставили вопрос, а что делать дальше? Большинство полководцев войск Александра, да и рядовых воинов, выступали за то, чтобы остановиться, довольствуясь захваченным. Слабый персидский царь Дарий III предлагал половину царства, половину казны и дочь замуж за Александра в случае заключения мира. Самый крупный полководец в войске Александра и его наставник Парменион говорил, если бы я был Александром, я бы согласился и заключил мир. На что Александр отвечал, если бы я был Парменионом, я бы заключил мир. Но я Александр, поэтому я буду воевать до конца. Итак, целью Александра стало захватить всю Персию и через Индию дойти до океана. Тогда Индия была самым дальним из известных грекам, персам и македонцам государств в Азии. О Китае тогда еще не знали. Александр довольно быстро захватил основную часть персидской державы. Персидский царь Дарий III дважды при Иссе в 333 году до н.э. и через два года в битве при Гавгамеллах, имея численное преимущество, потерпел поражение и бежал с поля боя. Причем, например, в битве при Иссе он бежал с поля боя, бросив в царскую казну свою жену и дочерей. Александр делает своей столицей древний город Вавилон, основывает множество городов, из которых 17 он назвал своим именем – Александрией. В 330 году до н.э. Дарий III бежал в Бактрию, но был убит своими приближенными. Александр подоспел уже после его смерти, но запустил слух, согласно которому якобы Дарий прямо перед смертью завещал Александру всю персидскую державу. Этим гениальным ходом Александр сделал себя законным правителем Персии, а не завоевателем. В 326-324 годах до н.э. Александр попытался захватить Индию, но у берегов одного из притоков реки Инд его армия отказалась идти дальше. Во-первых, воины устали от 10 лет беспрерывных боев и хотели вернуться домой. Во-вторых, индийцы применяли боевых слонов, а также забрасывали македонское войско горшками с ядовитыми змеями и нечистотами. В-третьих, в Индии наступил сезон муссонных дождей, то есть три месяца подряд каждый день идет настоящий ливень. Ну и, наконец, в Индии были ядовитые змеи, а также насекомые, например, москиты, которые распространяли тропическую лихорадку. Александру пришлось прислушаться к своему войску и вернуться в свою новую столицу, в Вавилон. Там на одном из перов он заболел, либо это была лихорадка, либо его отравило знать, и через несколько дней умер. 10 июня 323 года до н.э. На момент вступления на престол Александру было всего 19 лет, а умер он в 33 года. За это время он создал из маленькой Македонии и подчиненной ей Греции крупнейшую в мире империю от Европы до Индии. Внутри нее начался обмен культурными достижениями между Европой и Азией, но развалилась она еще быстрее, чем была создана. Александр остался в памяти народов величайшим правителям, которому потом подражали многие. Но это уже совсем другая история. А дома я предлагаю вам подумать над причинами столь быстрого распада его империи и предложить программу реформ, которые мог бы провести Александр для упрощения ее единства.